Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Препарат синтетического происхождения, медианная длительность ответа на нем составляет в среднем 2-4 месяца, и он наиболее эффективен при метастазах кожи, подкожно-жировую клетчатку, мягкие ткани, лимфоузлы и легкие. Также одним из вариантов лекарственной терапии основным является препарат томозоламид. Он удобен тем, что он имеет пероральный режим введения. Также его особенностью является то, что он может проникать через гематоэнцефалический барьер, что может стать терапией выбора для пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Также есть исследование, которым производилось прямое сравнение докарбазина и томозоламида. Разницы в общей выживаемости данной группы пациентов не наблюдалось. Также время беспрогрессирования составляло примерно 2-3 месяца, но томозоламид показал большую частоту объективного ответа. Также, как я уже ранее говорила, достаточно большое количество исследований есть по препарату фотомустин, однако в настоящий момент он не входит в стандарты клинической практики, в одних рекомендациях он не упоминается. Но по данным литературы имеет достаточно высокую частоту общих ответов, составляет примерно 15% выше, чем у докарбазина. Также по клиническим рекомендациям и по множественным исследованиям, которые проводились, есть достаточно большое их количество, это применение полихимиотерапии с включением препаратов докарбазина. В настоящий момент данные схемы химиотерапии отошли больше на второй план, но достоверно доказано, что полихимиотерапия работает лучше, чем монохимиотерапия, и количество общих ответов больше на фоне полихимиотерапии. Однако общая выживаемость у пациентов не увеличивается. В настоящий момент самая частая схема химиотерапии, которая используется при диссеминированной меланоме кожи, является поклитоксил плюс карбоплотин. Частота объективных ответов составляет примерно 40%, и медиана времени до прогрессирования составляет примерно 15 недель. Кому и когда мы все-таки можем использовать химиотерапию в эру таргетной и иммунотерапии? Конечно же, это пациенты, у которых уже исчерпаны стандартные варианты лечения, которые прогрессируют на фоне таргетной и иммунотерапии. Также пациенты, у которых есть абсолютные противопоказания для использования таргетной и иммунотерапии. Также, конечно, к сожалению, не всегда есть эти препараты в доступе. И при отсутствии какого-то из препаратов, например, если это иммунотерапия или таргетная терапия, то даже по клиническим рекомендациям, если в течение 28 дней пациент не сможет получить стандартные эффективные методы лечения, то как вариант мы можем использовать химиотерапию. Также, конечно, это пациенты с симптомными метастазами, у которых достаточно быстро развивается болезнь. Эти пациенты, если также не могут получить вовремя препарат, который является более эффективным, к ним тоже может применяться химиотерапия. И вот по данным литературы из клинического случая, это пациент 56 лет. В 2015 году у него была диагностирована меланома поясничной области слева, было выполнено хирургическое лечение, а также биопсия сигнала лимфатических узлов. По данным которой выявлен метастаз меланомы кожи в одном пахом лимфатическом узле, была выполнена ему лимфодисекция слева. И в апреле 2017 года у данного пациента выявлен локароканальный рецидив. У него была выявлена мутация BRAV-V600E. И в качестве первой линии терапии ему было назначено монотерапией вемрофенибом. Однако, ввиду кожной токсичности 4-й степени, а также ежедневной лихорадки 2-й степени, препарат был отменен. И ему была назначена комбинация таргетной терапии доброфенибом и трометинибом. Однако, продолжался он на ней в среднем полгода. И далее было выявлено прогрессирование заболевания. Следующей линией терапии у него стал иммуно-онкологический препарат. Было выполнено 4 введения лепилимумаба. Однако, после этого было выявлено истинное прогрессирование у данного пациента. И в рамках клинического исследования второй фазы он получал терапию неволумабом 1 раз в 2 недели. И вот через 8 недель терапии также, к сожалению, у пациента выявлено прогрессирование заболевания. Выявлены новые кожные и подкожные метастазы. Метастазы в лимфатических узлах. И вот как раз-таки это тот случай, когда у пациента уже были исчерпаны все стандартные варианты лечения. Он получил даже не один иммуно-онкологический препарат. Получил уже достаточно большое количество и таргетной терапии, как иммуно, так и в комбинации. И ему была назначена химиотерапия препаратами докарбазин и цисплатин. И эффект от данной терапии – это уменьшение очагов по системе РЕЦИС на 80%. Вот вы можете видеть на данном слайде изображение этого пациента. Достаточно выражено уменьшение как по данным компьютерной томографии и клиническим. Ну, все-таки место химиотерапии в современном лечении меланомии все-таки еще есть. Как альтернатива для поздних линий терапии у предлеченных пациентов. Также химиотерапия является доступным методом лечения. Достаточно при высокой финансовой токсичности у иммунотерапии, при отсутствии других вариантов терапии или при задержке поступления препарата этот вариант терапии может использоваться. Также, безусловно, химиотерапия улучшает качество жизни пациентов ввиду достаточно большого процента объективного ответа. При этом, конечно же, общая выживаемость пациентов не увеличивается, но качество жизни улучшается. Ну вот, как заключение, что значит пациентам при прогрессировании таргетной иммунотерапии – это химиотерапия. Спасибо большое за внимание.